Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. И сегодня у нас в гостях Елена Федотова, тренер по фейс-фитнесу. И сегодня мы продолжаем говорить о зимнем уходе и о самом главном празднике в году. Сегодня будем готовиться к Новому году или к новогоднему корпоративу Лен. Всегда хлопоты, много работы, времени нет, не все успевают найти минуточку, заскочить в салон красоты, сделать мейкап, сделать прическу. И вот уже время че, остается буквально считанные минуты, нужно себя быстро привести в порядок. Вот что ты порекомендуешь? Такой новогодний экспресс-уход для наших прекрасных телезрительниц, чтобы раз, два, три, четыре, пять и красавица. Отлично! Я так люблю такую методику, как раз это я называю всегда жизнь в стиле фейс-фитнес, когда независимо от того, макияж не макияж, ты еще можешь добавить упражнения, чтобы выглядеть отлично. Так, ну что, давайте сразу тогда приступим, раз у нас Новый год, экспресс у нас всего 10 минут до начала праздника. Что мы будем делать? Первое, красивому платью нужна красивая осанка, красивое положение тела. Руки в стороны, ладони смотрят вверх, можно чуть в локтях согнуть. И делаем такие легкие вращающие движения лопатками назад, нежнее даже, больше лопатками. То есть это такие мягкие. Вот, отлично, Маша уловила. Так, это упражнение, во-первых, уменьшает холку сзади, потому что когда на нас смотрят, не смотрят только на лицо или на морфины, как многие думают. Сколько раз мы это делаем? Раз 20-30. Один подход 20 раз? Либо 30 секунд, например. Все, опускаем руки. Вот, после этого, смотрите, раскрылся грудной отдел, нам совсем не хочется сутулиться. И, кстати, в платье выглядишь по-другому и уменьшается здесь холка. Потому что, как я говорю, что на нас смотрят в профиль, в фаз, то есть в целом никогда не рассматривать лицо отдельно, так как мы видим себя в зеркале. Следующий элемент. Сделаем упражнение на растяжку боковой поверхности шеи. Это улучшает кровообращение, улучшает цвет лица. И мы сделаем сразу и подтяжку лица. Наклоняем голову, сядьте ровно, без прогибов поясницы. Голову наклоняем к одной стороне, к другой. При этом вы тянетесь ухом не к плечу, а противоположной стороной к солнцу. Отлично. И задержались в такой позиции, положили руки на височную зону. Маша, вот смотри. Вот где у нас, девчонки, висок находится. Если вы пожуете, вот у вас здесь такое движение будет в височной впадине. И мы не так руку кладем, а вот вдоль мышцы. Это отлично. И сидим в таком положении. Ну, секунд 10. А что происходит? Во-первых, у вас растягивается боковая поверхность шеи. У вас вместе с этим улучшается цвет лица. Подтягивается вторая половина. А вторая половина лица подтягивается. И приподнимается автоматический угол глаза. Сейчас по ощущениям что-то чувствуешь. Ну, напряжение было. По поводу напряжения. Если вы чувствуете напряжение, делайте мягче. Потому что веса руки достаточно. Вот, не тяните сильно. То есть, просто положите руку на эту зону. По ощущениям в лице, если вы сделали правильно, то ощущение будет такое, что вы чувствуете, как у вас эта сторона стремится наверх. И чувствуется натяжение вот здесь. Ага, приятное такое растяжение боковой поверхности шеи. Отлично. И повторим сейчас на другую сторону. То же самое. Кладем руку на висок. Вот сюда, мыши. Сюда? Поправлю. Да? И подтягиваем вторую сторону. Вес руки достаточно. Дополнительно не давите. Куда мы положили руку? На височную зону. Эта зона отвечает за распахнутый взгляд тоже. За счет этого получается у вас и раскрываются хорошо глаза. Так, отлично. Сделали подтяжку. Номер два. Следующее. Так, следующее упражнение. Давайте с вами снимем напряжение жевательных мышц. Плавно открываем-закрываем рот. Просто положите руки вдоль уха. Вот так расположите. И аккуратно открываем-закрываем рот. А теперь раскрыли рот. И делаем такие вдавливающие движения кулачками по жевательной мышце вдоль уха. Отлично. Расслабляем подбородок. Подбородки, они вот так вот сгибаются. Кстати, уберите вот такую привычку, кто так любит сидеть. Это очень сильно ломает линия овала лица. Расслабляем подбородок. После выполнения этого упражнения и расслабления жевательных, у вас должно быть ощущение, что у вас словно зубы разомкнулись. И губы между собой тоже у вас появился воздух между верхней и нижней губой. Так, лоб. Удивленный или напряженный? Сейчас будем его разглаживать. Есть совершенно потрясающее упражнение. Называется утюг. Вы ставите руку вот таким образом. Одну в сторону затылка, вторую на лоб. При этом не стоит сидеть в таком положении. То есть вы сидите ровно, без прогибов поясницы. Локти у вас расслаблены. И вы мягко прокатываете лоб. У каждого будет со своей скоростью наверх. Это очень хорошо успокаивает лоб и делает прекрасный лифтинг лба. И в стороны. Утюг в действии. Утюг в действии. Вы прямо сейчас почувствуете даже такой релакс. Еще-таки у кого очень сильно напряжен лоб, вы можете делать такие похлопывающие движения, постукивающие снизу вверх пальцами по лбу, чтобы вам его расслабить. Расслабляя лоб, вы освобождаете себя вообще от всех мыслей. Именно от тех мыслей, которые создают напряжение, мысли сосредоточенности. Сделали. Так, но уже цвет лица лучше. Сейчас можем еще сделать еще симпатичнее упражнение на укрепление, на такую тонизацию лица. Мы делаем похлопывающие движения от центра в сторону по массажным линиям. Представляете, если так делать минуту. Это будет естественный румянец. И румянец будет, и кожа будет плотнее, если делать вообще это регулярно. А если делать как раз перед праздником, то то, что нужно. Вы прямо взбодритесь. Лоб можно также наверх простучать. И по боковой поверхности шеи. Сверху лимфотоку, да. Сверху вниз. Простукивающие движения. Мы сейчас показываем очень быстро. Занимает это примерно минутку. Такие похлопывающие движения. Так, чем я еще хотела поделиться? Губы. Когда с вами общается человек, как я говорила, что он не смотрит никогда на ваши морщинки. Но что попадает в треугольник коммуникации, это глаза и рот. Потому что здесь у нас двигаются, выходят звуки. И глаза это зеркало души. Поэтому сейчас сделаем еще два упражнения на глаза и упражнения для губ. Упражнение для губ, оно действительно увеличивает губки. Делает их красивыми. Называется упражнение уточка. Вот таким образом мы прижимаем кожу вокруг рта. Не трогая фильтром. Это то, что находится по центру. Вот таким образом. Приложили. Теперь губки подаем вперед. Еще. Отлично. Делаем очень мягко. Без напряжения. Давайте раз. Два. Смешное упражнение. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отлично. И можем еще подержать чуть-чуть так. После этого упражнения четче становится контур. Лучше улучшается. Четкость линий появляется. Потому что с возрастом четкость линий. При этом никаких дополнительных средств мы не использовали. Не использовали. Это только ваши руки и немного времени. Вот такие вот можете поделать еще легкие пощипывающие движения. Для того, чтобы взбить вот эту область над губой. Чтобы у вас здесь не было никаких морщинок. Раз уж нам сюда в губы смотрят. Делаем себе красивый рот. И, кстати, очень хорошая привычка. Плотно никогда не закрывать рот. Все-таки, чтобы у вас был воздух. Для этого есть замечательное упражнение. Это колпачок. Размещаем такой легкий предмет. Между губой. Держим наш киви. Мы его уже показывали в наших передачах. Просто напомним. Для тех, кто смотрит регулярно. Или тех, кто впервые к нам присоединился. Не желаем. Не губами не удерживаем. Просто его разместили. И можете охлажать. Вот так вокруг. И закончим упражнением очки. Которые красиво распахивают взгляд. И вообще глаза после него могут быть даже такими блестящими. Что мы делаем? Мы размещаем руки таким образом. Мы ставим их мягко. Чтобы у нас не было дырки между лицом и пальцами. То есть ищем зону наилучшего соприкосновения. Сильно не давим. Поставили ручки. Широко раскрыли глаза. Прищурились. Раскрыли. Прищурились. Раскрыли. Прищурились. Раскрыли. Прищурились. Раскрыли. Прищурились. Держим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отлично. Убрали пальчики. Вот. Посмотрите. Ярче стало. Да. Жизнь стала ярче. Нет рядом зеркала. Но краски стали ярче. И так видно, что у Маши тоже очень хорошо раскрылись глазки. При том, что она изначально красотка. Девчонки, смотрите. Если вдруг вы когда делаете прищуривание, у вас при этом начинает активно двигаться лоб. Кстати, мы на занятиях учим как раз бережно относиться к лицу. И использовать мимику лица так, чтобы вы могли морщить тогда, когда вы хотите, а не когда вы это не контролируете. Вот. То, когда вы делаете это упражнение, вы можете поменять немножко постановку рук. То есть, поставьте вот таким образом, что у вас со вторым пальчиком слегка зафиксировать лоб. И делать такие движения. Либо можно зафиксировать его эластичным бинтом. Но мы находимся в условиях, когда у праздника сейчас начнется. У вас есть только руки. И хорошее настроение. Вот такие вот движения помогут нашим женщинам, нашим девочкам выглядеть особенно интересно на Новый год. И я, кстати, хочу сказать, что если у вас будет время, и вы будете делать упражнения каждый день, вот этот комплекс, несложный, простой комплекс, то я уверяю, что на Новый год вы получите больше комплиментов, чем обычно. Потому что гимнастика очень хорошо себя проявляет. Уже через две недели 100% будут комплименты. Как раз есть время, это самое. Лена, в нашей прошлой передаче ты обещала поделиться рецептом маски. Маска, да. Я думаю, в прошлом время. Есть экспресс-маска. Для тех, кто дома был очень занят, и скоро придут гости, а вы готовили салаты, есть очень классный уход. Его часто девчонки даже используют. Те, кто летает куда-то, ну, в такие экспресс-командировки. Мне, когда там брать с собой много всяких средств, я всегда говорю, что возьмите с собой такие прессованные салфеточки. Они продаются во всех магазинах красоты. И используйте ваш тоник. Например, у меня ромашковая вода. Вот видите, я наливаю, и он становится больше. Добавляйте сюда вашего любимого тоника. Может быть, не обязательно тоник. Кстати, мы говорили про народные средства. Например, это может быть крепко заваренный зеленый чай. То есть, вы берете примерно ложку чайную чая. Вот, завариваете в 100 мл воды. У вас тогда получится очень такой хороший отвар для тех, у кого сухая кожа. Кому нужно ее увлажнить. И кто склонен к отекам. Например, вы можете сделать еще и с чаем. Вот, смотрите, такая маска. Ну что, я надеваю на себя? Да. Мы же сейчас закончим передачу. Так вот, смотрите, я сейчас себя не вижу в камеру. То есть, что я делаю дома. В чем вообще эффект от этих тканевых масок? Он как раз эффект в том, чтобы было максимально хорошее соприкосновение с лицом. Поэтому, если где надо, вы можете там подрезать. Например, вот, например, я знаю, что у меня здесь собирается. Я здесь делаю всегда надрезы ножницами, чтобы у меня здесь ровнее легло. И вот с такой маской еще есть такие, знаете ли, силиконовые с ушами сверху. Их надеваю, тоже можно с ней побыть. И через 10 минут вы будете конфетой и королевой красоты. Это я не шучу, честно могу сказать. Как говорит моя дочка, я честно говорю. Полностью готова к встрече гостей, встрече самого долгожданного праздника года. Да, и вам не надо было ничего намазывать такое, что надо смывать. А в то же время вы можете продолжать резать салат. Вот в таком же виде. Развлекая домашних. Развлекая домашних, да. Но потом они увидят вас королевой. Либо спрятаться на 10 минут, пока вы будете делать упражнение на шею, на осанку. И находиться как раз в такой маске. Ну что, как? Прекрасно. Отлично. Ну, давай снимаем, посмотрим. Что получилось? О, получилось вообще светомое зеркальце, скажи. Ты на свете всех милее. Да. К Новому году готова. Готова. Девчонки, ну, где-то 10-15 минут с ней побудьте. И потом действительно будет очень хорошее такое увлажнение. Кожа будет светиться. И я думаю, что вы еще вспомните наш рецепт. Напишите нам в свои комментарии. Вот в этом и есть самое главное преимущество гимнастики для лица. Что она не требует дополнительных средств. Не нужно никуда идти. Всегда, ну, как говорится, все под рукой. Вот они. Ручки. Желание. 10 минут времени. И все готово. Это точно. Я еще хочу сказать, пользуясь случаем в защиту фитнеса для лица, гимнастики для лица. Хочу сказать, что часто приходят за такими эстетическими изменениями. Говорят, у меня там носогубки уменьшить или еще что-то. Во-первых, это действительно все уменьшается. Но какой бонус получаешь, когда занимаешься регулярно, то улучшается качество жизни. Потому что, как я говорю, что лицевые мышцы напрямую связаны с мозгом. Это эмоциональное состояние. Начинайте о себе заботиться. Когда, пусть эти даже там 10 минут, 5 минут, 7 минут в день, то у вас проявляется такое… Я даже не могу предать. Вот кто сейчас смотрит, кто занимается, они понимают, о чем я говорю. У вас появляется какое-то чувство любви к себе. У вас появляется какой-то ваш личный ритуал, ритуал красоты, который еще дает такую силу и энергию. И иногда нам кажется, что вот мы должны сделать, не знаю, кучу дел, кучу всего для того, чтобы и потом, наверное, я или потом я буду там от этого, наверное, счастлива. На самом деле, все работает по-другому. Ваше бережное отношение к себе, забота о себе, оно дает очень хорошие плоды и вовне. Потому что окружающие начинают как-то по-другому с вами общаться. В семье к вам улучшаются взаимоотношения. Это точно даже с детьми. Ну и когда дети видят с работы незамученную маму, а они видят все-таки довольную жизнью женщины, независимо от обстоятельств, только потому что она делает регулярно гимнастику для лица, это дает очень большие бонусы. Поэтому если кто еще из наших телезрительниц еще не начал заниматься, ищите передачи на канале ОТВ. Мы с Машей уже много что показывали. Делайте в новом году эти упражнения. Я уверена, что будут очень приятные сюрпризы. Хочется пожелать здоровья и красоты нашим телезрительницам. Лен, спасибо за советы. Спасибо. Будем встречать Новый год во всеоружии. Спасибо. С Новым годом. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok